Добрый день дорогие друзья, с вами компания Кровмонтаж и я Мороз Алексей. Мы на очередном нашем объекте по капитальному ремонту Кровли. Вкратце хочу рассказать, какие были здесь проблемы. Клиент не так давно приобрел этот дом, в нем уже подведено отопление. Опять та же самая история. Из-за ошибок предыдущих Кровельщиков при монтаже, грубо нарушены технологии мансардной Кровли, вследствие чего образование конденсата. Клиент подключил тепло и понял, что без капитального ремонта ему не обойтись. Этим мы и займемся на этом объекте. Главная проблема этой Кровли – отсутствие вентиляции мансардной Кровли. А именно, нет вентилируемого конька. Есть в определенных точках аэраторы точечные, но они работают неправильно и они недостаточны. Хотя там заложен брусок для продыха, 5-сантиметровый, но сделана пароизоляция, гидроизоляция грубейшим образом. Использовали вместо гидроизоляции и пароизоляции пергаминт. Это промасленная бумага. Укладывалась она неверно. Монтировали ее сверху. Здесь между стропилами и пергаминтом много щелей. Теряется тепло в этих местах. Из-за этого образование наледи на Кровли и образование сосулек. Этот эффект потери тепла из внутренних помещений усиливает конденсат. Вместо гидроизоляции верхней мембраны использовался опять же пергамин, который не дышит. Возвращает конденсат в виде влаги во внутрь помещений. Даже если бы Кровля дышала мембранами, отсутствие вентилированного конька перечеркивает все старания предыдущих Кровльщиков. Вы можете видеть запревшие доски несущих конструкций. Использовался утеплитель УРСА. Плотность его 18. Этот желтый утеплитель идет на перегородки. В мансарной Кровле этот утеплитель рулонного типа использовать категорически нельзя. Утепление вообще составляет 150 миллиметров. Это мало для данного региона. Мы будем наращивать Кровлю брусками, делать ее выше на 5 сантиметров. Добавим еще 50 миллиметров утеплителя. Утепление составит уже 200 миллиметров. На данной крыше существует 10 мансардных окон. Это является элементом Кровли. Если мы приподнимаем Кровлю на 50 миллиметров, все окна надо демонтировать и также приподнимать на 50 миллиметров вверх. Желобков конденсата сверху окон, конечно, тоже нет. Они должны быть, это очень важно. Вот мы уже начали демонтировать внутреннее помещение, обрешетку. Некоторые помещения были обшиты вагонкой. Грузим в контейнеры и вывозим. Я наблюдаю бруски 50 на 50. В принципе, вентиляцию как бы планировали здесь. Но отсутствие капельника конденсата. Значит, конденсат будет стекать по обшивке, по вагонке, что ли. Вентиляционный зазор. Надо было обязательно задекорировать. Есть такие сеточки ПВХ, которые декорируют этот зазор. Для того, чтобы птицы и осы не строили там гнезда и не наметал снег. Все сопряжения и стыки, замки, желобов текут. Здесь водосточная система руки. Неплохая, которую мы используем. Но монтаж ее не выдерживает никакой критики. Образованные контруклоны. Вода собиралась, уходила наоборот от труб. Наш клиент уже самостоятельно подкладывал деревяшки, дабы сделать уклон на водосточную трубу. Из-за сырости, то, что нет продыха в этой кровле. Фанера сыреет, намокает. Появилось образование мха на кровле. Но мху мы посвятим отдельную серию. К чистовой отделке дома нужно приходить, когда кровля сделана в соответствии. Нет качественной кровли и нет и отделки. В этой части, в Яндовой, кровля текла. Вот результат нарушения технологий. Еще один момент. Винилая вагонка, честно говоря, использовалась широко в 90-х. Этот материал очень тонкий и очень хрупкий. Мы будем подшивать карнизы с софитами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Пока производятся демонтажные работы внутри помещения нашего дома, одновременно производится снабжение объекта кровельными материалами, которые необходимы для ремонта. Это утеплитель, фанера, сам кровельный материал, гидропарализационные пленки и разные комплектующие. В утеплении мансардной кровли наша компания использует утеплитель Rockwell Light Buds с плотностью 35. Это один из утеплителей, который мы используем постоянно. Случаев нареканий к данному материалу у нас пока не было. Весь пиломатериал, который используется на мансардной кровле, обязательно требует антисептирования. Мы используем на данном объекте антисептик Сениш Огнио Био Проф. Берем мы этот антисептик напрямую у производителя, дабы избежать подделок, очень много подделок на рынках, к сожалению. И при больших объемах Сениш продается в бочковой таре. В производительном бочке эти опломбированы. И, соответственно, цена оптовая за крупную тару. Работать с антисептиком нужно в резиновых перчатках. Для удобства делается корыто, обволакивается пленкой. Вот такой вид антисептировали на более эффективный, когда полностью весь пиломатериал таким образом проходит обработку. Ну а для внутренних помещений, когда уже смонтирован пиломатериал, требуется, конечно, опрыскиватель. Внутреннее помещение здесь, в холле, имеет второй свет. Высоко расположены потолки. Наша компания устанавливает леса и полностью демонтирует состав старой мансардной кровли. Вот вы можете посмотреть, в каком состоянии пиломатериалы, запревшие, фанера. Оно уже все сгнило. Одна труха. Дом и крыша, по сути, еще не служили заказчикам. Он построен 8 лет назад, но уже пиломатериалы находятся в печальном состоянии. С этим мы будем разбираться. Дефектовать запревшие пиломатериалы, изгнившие, менять их на новые. Мансардная кровля должна дышать и пропускать сквозь себя в вентиляционный зазор теплый воздух. Пергамин этими свойствами не обладает. Сквозные дырки на карнизах кровли. Я ставлю сюда руку, я чувствую, холодный воздух идет сюда потоком. Это теплопотери нашего помещения. Эти места надо обязательно ставить в заглушки и тщательно пропенивать, чтобы тепло не покидало помещение. Есть участки, несколько треугольников на этом доме. Мы будем переделывать в соответствии. Утеплим в 200 и сделаем сюда мембрану. Сверху окна нет капельника конденсата. Туда конденсат прям бьет под окно в откос. Если нет капельника конденсата, вероятность велика, что окно будет протекать. Мансардные окна VELUX дорогостоящий элемент кровли. Мы их оставим. Будем демонтировать. Они уходят вверх вместе с кровлей. Если производится демонтаж установленного мансардного окна, то оклады покупаются новые. Здесь под кровлей расположены два этажа мансардных. Поэтому здесь кровля мансардная, она и часть элементов фасада является. Должна быть эстетически красиво выполнена и функциональна. Мы будем ставить еще дополнительный вверх канала. Специальная труба с проходкой 110 миллиметров с дефлектором для продых. Приветствую. Есть у вас надежды на компанию Кровмонтаж? Очень большие надежды. Я бы даже сказал критические надежды. Потому что пока компания Кровмонтаж не отработает, я внутри делать ничего не буду. Да. Алексей. Мы не подведем. Можете надеяться на нас. Сделаем качественную крышу. В понедельник мы еще раз когда увидимся. Ну, я спокойной душой тогда улетаю. Хорошо. Отдыхайте спокойно, не переживайте. Все будет в лучшем виде. Все сделаем. Удачи вам. До свидания. Красиво сделана отделка, да, ребят? Как жалко это ломать, честное слово. Но придется. Материал здесь на Кровле. Наш заказчик выбрал гибкую черепицу компании Тегала. С покрытием зеленая хвоя. Тегала довольно известная компания на российском рынке. Вполне достойный материал. Мы произведем монтаж этого материала по технологии. Специалисты компании Тегала по необходимости, по нашему вызову, могут приехать на данный объект, произвести бесплатную консультацию. Они производят дополнительный контроль, а он никогда не помешает. Наша компания всегда стремится к открытости и к максимальному качеству. Так или иначе, на все работы мы предоставляем стопроцентную гарантию. Мы осветили проблемы, ввели вас в курс дела, какие предстоят нам работы на данном объекте. Надеюсь, наше видео было интересным для вас, познавательным. С вами была компания Кровмонтаж и я, Мороз Алексей. До встречи. Пока.